...соучастник в славе, которая должна открыться. «Посите Божие стадо, надирая за ними непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корости, но и засердия». Я как приехал, еще иду в послание Петра I, а начало его еще в Барнауле, второй месяц. И думаю, послание небольшое, но когда его получили христиане, сколько же они времени его разбирали? Прочитали, а ведь люди-то были язычники. Кому послание-то всей церкви называется соборное? Соборное, может быть, пошло в Индию, в Афракию, в Англию, в Испанию, куда христианство уже проникло. Прочитали день, в одном экземпляре, переписали, за ним охотятся. Кто-то просит, может быть, на ночь, как в тюрьме делалось. Разбили по главам Евангелия, каждый переписывает, прячет. Прятать очень трудно. Куда прятать? Вот у меня, Господь, если позволит, выйдет 21-й том после 20-го, там будут воспоминания Зои Крахмальниковой, исповедницы православной, которая отбывала здесь срок в Алтайских горах. Мое интервью с ней. Она прятала водосточную трубу. Сначала прятала постов. Поняла, что найдут. Как прятал Солженицын в своей рукописи? Описывает. Это героизм. Ему дали за написание архипелагулах Нобелевскую премию. Ему надо было вторую отдать за то, что сумел его сохранить. Более 300 свидетелей приходили к нему при тоталитарном режиме, и никто его нигде не сдал. Описал самые тайные дела. О всех злодействах, об убийствах, что было, провожда революции, все описал. И Бог его сохранил. Он болен. Ему 80 с лишним лет. Если он вам дорог, Александр, вспоминайте его в молитвах. Он верующий человек. Православный, но склонник к старообрядчеству. У него иконы старообрядчасти. Не так он верит, как мы. Не на первом месте Евангелия у него. Мы не встретились. Я вам писал, пусть мой, видимо, не дошло. Но он очень многое сделал для России и лично для меня. Я думаю, вот как хранили это послание, как прятали. У меня нашли его. И запытывали, кто написал, скажите. Кто дал, вам перепечатал. Они постоянно ищут и ищут, чтобы перерезать все нити к источнику знаний. Пишет, я сопастырь. То есть один из соучастников пастырства. Слово пастырство очень известно. Пастух. У литеран, у других называется пасток. У нас как-то это не принято. Это пастырь означает. Соучастник слави. Он видел славу Господню на фаворе. Но теперь, говорит, которая должна открыться. Это какую же надо было иметь уверенность, что я соучастник той славы, когда Христос придет. Я соучастник. Вот как надо верить, если мы православные. А не так, что Господи помилуй, Господи помилуй. Миллион раз повторят, и никакой веры нет. Мы получили Царство Небесное. Его надо сохранить. Мы избранники Бога. Наш Отец Бог Небесный Иегова. Мы Ему поклоняемся. Мы призываем Его. Мы молимся. Да будет воля Его. И воля Его нужно знать и исполнять. А не так, что жизнь прошла, смерть поступила. Отец молит. Ученик говорит, что Бог дал один час для покаяния. Значит, всю жизнь кричал, Господи помилуй. И никакой верности нет. Павел говорит, готовится мне венец в жизни, который Бог приготовил всем любящим Его. Венец уже готов. Я сапастор всем. И теперь он говорит другим священникам, монахам, может быть, уже и были они. Спасите Божие стадо. Ну, редко кто не пас ни одного дня. Ну, хоть один-то день приходилось спасти коров, овец. Речь идет об обстах. Речь идет о людях, которых Бог называет обстами. И постите их, надзирая за ним. Вот пастух выгнал, открыл двери и пошел своими делами заниматься. Где он вечером овечьях будет искать? Что делается в церкви? Бог в помощь, ангел-охранитель, священник благословил, амбарный замок повесил на неделю. Где опты? Ни одной не знает. Я не нашел ни одного человека, кому священник был, был хош, занимался. Нигде. Пастырей нет. Это даже не наемники. Наемник он за деньги упасет. Это никто. Просто свидетели гибели. Они только для того, чтобы шерстку снять, сало, копыта оторвать, мясо. Корыстолюбие. Нашу страну погубила трусость и корысть. Корысть и трусость. В котором погибло государство и трижды больная церковь. Надзирая за стадом Божьим непринужденно. Принудить никак нельзя. Это надо полюбить. А у меня нет расположения в скотине. Вот какие находятся деятели у нас. А я не люблю скотину. Человек, который не любит скотину, должен проверить себя. Почему ты ее не любишь? Какое основание? Почему ты ее боишься? Какая причина? Если вообще скотина человек не любит. Это творение Божие. Написано, когда ангел Рафаил пошел в Тове, то рядом с ними бежала собака. Прямо написано. А тут собак нельзя держать. Ангел не зайдет во двор. То есть разные придумки. Непринужденно, но охотно. А если охоты нет, а зачем ты пасторин? Ты не нужен такой. Сегодня же сдай полномочия, сложи крест и иди работай. А почему они не уходят? А потому что он не хочет никак работать. На стройку не пойдет, скотить сено не будет. А он только все давайте за упокой, за сарачины, за годовые, за все. Покойникам живут. Крестить за деньги. Все за деньги. Свечки эти покупают за деньги. Крестики. До двух тысяч процентов доход. Вот где экономика. Но охотно. И Богу угодно. А чтобы Богу угодно знать, надо Бога знать. Надо волю Божию знать. А вот угодно Богу это или нет. Я знаю, как на меня злобится пастырь. Я каждого, который крайне не расположен, прошу, ну скажи, в чем я не прав? А вы священников ругаете. Спорить не будут. Я ругаю, допустим. А как ругаю я их? А говорите, что они не проповедуют. Ну какая же это ругать? Ну если ты проповедуешь, скажи, когда ты проповедовал? Ну я не проповедую, но кто-то же проповедует. Ну может кто-то и проповедует. Может быть. Вы организуете кружки по изучению Библии. Пала Россия, потому что некому было ее духовно защищать, молиться. Нам не надо уже говорить, мы не в семнадцатом году. А в 2007, 90 лет уже позади, как мы на развалинах сидим. Самая быстро исчезающая нация в мире, русский народ. Говорят, демографические проблемы, вопросы. Срамно слушать. Никаких вопросов нет. Вымирает? Ну и пусть вымирает. А зачем нам нужна русская тонация? Если она Бога не знает, Бога не почитает. Бог всю землю эту потопил. Раз люди не знают Бога, они и не нужны. А не хуже скота, эти люди. Непринужденно. Не для гнусной корусти. Вот как называется прибыток у священников, гнусный. Слово гнусный не надо пояснять. Это отвратительно, противно. Но из усердия. Вот только посчитал два стиха. Сколько здесь доложено. Вот если бы их выполнили, сегодня бы 99% священников уже не нужны, они бы ушли. Они не будут без гнусной корости. Они не будут работать. Сегодня церковь занимается и нефтяными промыслами, и алмазными разработками, и продажей водочных изделий. Я об этом говорил уже. Собачными. Миллиардное состояние. Церкви это надо. Когда казнили первых христиан, то враги назначали выкуп. Тело все не выкупишь, голову хочется. Голова, глаза, знакомые, облищи. А тело там уже любое подсунуть. Голову отдайте. Они назначают. Сколько есть из голова, столько золота дайте. И христиане собирали золото и платили. Я прикинул, в среднем человек, в среднем, 70 килограмм. Вот если человек 70 килограмм, это более 3000 человек, у нас некоторые евреи, за год покупают, если по весу золота брать. Зарабатывают 250 тонн золота прибыль в год. Вот какое наше государство. Души, богатство, все уходит. В общем, опасений нет. Я ни разу не слышал речи патриарха или епископа, который обречал бы и сказал, Израиль разворовал нас, все деньги уплывают в Израиль. Народ гибнет. Никогда нет. Хорошая ордена дает, медали, награды, второй, первой степени, Сергия Радонежская. Самый настоящий балаган. Церковь – это дух святой, это глаз пророчески обличительный, грозный, выжигающий. Я тебя поставил, доходят, разрушать, уничтожать и насаждать. В третьей книге Маковейской, 6-7, говорится о гнусных, беззаконных, беззаконных обычаях язычников. А вы знаете, какие обычаи у язычников? Никогда не употребляйте их. Не применяйте вы себя нигде. У них обычаи всякие. Посмеиваются, говорят плохие слова. Это не наша область, это гнусно. Измена – это гнусно. Обман – это гнусно. Левит, 18-23. Да не будет у вас католожества, мужеложества. Это гнусно. Смотрите, что под этим словом скрывается. И гнусная корысть под это же слово идет. Так он же священник ничего плохого не делает? Ради корысти. А вы знаете, что такое корысть? Я сказал, что самый богатый человек в России, который в год зарабатывает 250 тонн золота, 6,5 миллиардов долларов, он только 3700 человек мог бы купить. А у патриарха Никона во владении было 120 тысяч человек, учитывая, что народу было намного меньше. Ему это надо. Монастыри владели огромными угодьями. Тысячи душ. Это гнусная корысть. И правила вселенских поместных соборов карали отмучением от церкви. Непримиримо с теми, кто пытался покуситься на монастырское имущество. Ни в семье, ни в будущем. Ни за что не держались. Ни за души людей, ни за проповедь. То, что приобрели, кто вложил вклад, сделал. Назад уже возврата не было. Детятки статей закона были. Вот ты пришел, сделал вклад в квартиру, а через два дня не пожилось. Настоятельница поедем заедает. Решила вернуться. Я ухожу, отдайте мое. Назад свою взять уже никак нельзя. Все. Почему? А ты не монастырю отдала, а Богу. Да я Бога-то и не видел, а вы же у меня взяли. Левит 18.30 Соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вы. Вот задание. Возьми на бумагу и напиши. Какие были у меня дела? И красно напиши. Гнусные. Пока я не обратился к Богу. Ну, курила еще ты скажешь. Выпивка дальше. Ну, измена, разврат. А какие дела божественные были в пренебрежении? Гнусные дела. А их надо разбирать. Вот сколько работы прибежит священникам. Я только несколько мест в Писании открываю, но я-то выбираю сотни мест, чтобы хотя бы приблизительно дать направление, где искать. Третья книга, Сарс, 20 глава, 12 стих. Последовая идолом, это гнусно. Идол – это все, чему человек поклоняется более, чем Богу. Это может быть жена, ребенок, работа, сам. Я знаю больше, лучше. Это идол, идолопоклонство. Это гнусно. В Солом, 13, 1 глава, я сказал безумие в сердце своем, нет Бога. А почему? Причина. Они совершили гнусные дела, не делающие добро. Каждый безбожник – это гнусный в делах твоих. Так он же хороший. Ты считал, что говорит Давыд? Хороший идет к Богу. А который противничает, у него мысли все гнусные. В титул, 1, 16. Они говорят, что знают Бога. А делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и неспособны никакому добрую делу. Как можно так от всех сказать? Да какие добрые дела? Какое социальное обеспечение? Дома презрения, сирот. Они Бога знать учат, не учат, куда же они их поведут. Это гнусно. От определения Божия. Вы знаете, какие миллиардные средства государство отпускает на все это? За стариками ухаживает. Прекрасно. Но конечный результат гнусно. Титул, 3, 3. Мы были гнусны и ненавидели друг друга. Оказывается, презирай друг друга, ненавидь. Просто ненавидь, да я его терпеть не могу. Да что бы ему гнусно. Митворение Божие. Книга Нееме, 13, 14. Здесь говорит об усердии. Что бы усердно послить. Что такое усердие? И могу ли я усердием перед Богом похвалиться? Он говорит так. Помяни меня, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих. Он заботился о восстановлении храма, церкви, собирании народа, выведении его из плена. Вот чем должны заниматься священники. Храм духовный. Души людей образовать. Повторяю, я еще не нашел ни одного священника, а обратился уже 45 лет, который занимался обобразованием духовных кружков по всей строгости канонов. Собираются, беседуют, выпивают, тосты поднимают. Даже архиереи к ним приходят. Но кружки по изучению Библии, по подготовке проповедников, вообще этого нет. Попов готовят семинарии. Да, как махать кадилов, какие двери, зайти, выйти. Псалом 53.8. Я усердно принесу тебе жертву. Усердно принесу жертву, это молитва. Когда придет жертвенник, то вспомни, кто на тебя имеет, положи прежде жертву. Молиться это не просто отстоять. Надо исследовать. А если кто обиженный тобой, усердно, напрягите. А на молитве самое главное, идут всякие мысли. Хочется сесть, спать. Сон одолевает. Усердия нет. Захария 6.15. Если вы усердно будете слушать голоса Господа Бога вашего, я благословлю вас. А усердно, то есть желать, ты мне что-нибудь еще и Словом Божьем прочти. А мы сегодня будем Словом Божьем заниматься. У меня только один ребенок спросил это за все время. Никогда. Как хозяева прыгает на качели, качается, они вообще бессмертные, ваши дети. И один только спросил, а мы еще будем Слово Божьем читать? А мы еще сегодня молиться будем? Заботьтесь об этом. Посейте в детях жажду усердно слушать Слово Божьем. А они искривятся все. Им бы сейчас скамейки 4 поставить, они бы упали. Вот я убрал скамейки-то. Измучились стоят. 1 Петра 4,8. Более всего имейте усердную любовь друг к другу. Там гнусная ненависть, а тут усердная любовь. 1 Петра 3,10. Мы ночью и день все усердно молимся о том, чтобы видеть лицо ваше. Какая любовь. Становится нам говорить, Господи, проложи мой путь туда. Тогда же небо на машинах, на самолетах. Где-то на коне, на афле, а самолет пешком, чтобы нам увидеть лицо. И фотографий не было. Увидеть лицо, а сегодня, пожалуйста, уже телефон есть, который как телевизор, можно видеть. Можно послать, записать на видео. Тогда ничего этого не было. И Павел, у которого было стечение народа, масса разных у него забот, но он молился день и ночь усердно, чтобы видеть. Так он любил. Желаем мы видеть друг друга, нет? А видеть хочется тогда, когда мы в радость, когда помогаем друг другу духовно расти. А становится с глаз долой, с перца вон. 1 Снанекийском 4,11. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело. Тихо делать свое дело. Какое? А на что поставил тебя Господь? Определи свой талант. Поэтому надо его делать усердно. У нас тут свердно не умеют трудиться люди. Поработали не можно, а как? У нас чем больше захватили, ну пусть урожай будет ниже, зато большая площадь. Говорю, у нас если 15 центеров с гектара, у него неплохой по кругу урожай. Ты не забывай, что во Франции 47 гектаров, это, центеров и 60. Но у нас и во сне никто этого не давал. С одного-то гектара у нас целого поля не соберет. Исайя, 40,11. Как пастырь, он, Бог, будет пасти стадо свое, агнцов будет брать на руки и ночить на груди своей. Вот истинный пастырь. Я знал истинного пастуха моего отца, 40 лет пастухом, с одной рукой. Плащ загнет, там ягнята. И дальше она носит ягненки, ни одного не бросит, не потеряет. Она лишь потерялась. Мы с фонарями тогда ходили, фонари, керосиновые лампы. Ночью ходили по этим полям и искали. Вот если бы так заботились об обцах, как лаван, я ведь не смыкал глаз, я мертв, растерзанный волком хозяину не отдавал, это моя потеря. А их тысячи растерзанные, если не миллионы, сектанты все православных берут, тащат к себе, перекрещивают. Учат их против церкви. Люди ничего не знают. Унинаты только пастыри. Они не следили за обцами. Каким надо быть пастухом? Иеремия 10.21 Пастыри церкви сделались бессмысленными и не искали Господа, и потому они поступали безрассудно, и все стадо их рассеялось. Я последнее слово беру. Безрассудно скажи. Ты ругаешься? Что поступали они бессмысленно, не искали Господа. Попы не согласятся. Я беру последнее слово. И рассеялись. А что рассеялись? Вы согласны? Да. Церковь пустая среди недели. А кто приходит, они не знают. Но если рассеялось, стадо никого не знаешь. Так впереди-то. Считай, почему оно рассеялось? Не искали Господа. Не кормил ты их. Не проповедовал Слово Божие. Ты их не собирал. Священник выходит, прощается. Он должен сказать. Так, служба окончилась. Сегодня занятие у нас вот во сколько-то. Обязательно сказать. Так, среди недели мы собираемся у тебя. У тебя во сколько-то, скончите работу. У тебя вот как должно быть. Среди недели хотя бы раз за два собраться надо. Ну и суббота, воскресенье, само собой. А Иеремия плохой был. Он говорит, пастырь безрассудный, пастырь погибший. Ему же такой же был человек. Его так же упрекают. Да кого ты говоришь? Да мы единственный народ в мире, который Бога и Егол узнает. Да как ты смеешь так говорить-то? Он говорит, не знает. Пастырь бессмысленно. Да как у нас. Колено 12-й религии наслужит. Мы жертвы приносим. Вы знаете, что жертвы? Речь идет. Одновременно сразу заколото было 12 тысяч быков. Тысяч. Это ни один комбинат мясокомбинат не обработал. И 120 тысяч овечек заколоть. Когда Соломон приносил жертву. Как пишет Павел, Творенские священники ходили по щиколку в крови. Там стоял рев. Это все надо было сжигать. Там составы леса. Горело, трещало все. Слабонервному там делать было нечего. Он в обморок упал бы. А далее объясняется, как кровь смывалась, неслась на поля дальше. И это и прообразно было. Прообразно надо было делать, а образно ничего нет. А заботились евреи? А попробуй, евреи, примени веру свою. Везде стояла смерть, смерть, смерть. Из реки, третий пророк, 34-я глава, И говорит, из реки пророчества на пастырей. Как пророчества? Слушайте, пастырь, Бог говорит, горе пастырем, которые пастли себя самих, а не овец предолжение пасти. 600 лет назад. До Христа. До 2000 еще лет добавь. А когда в другие годы эти слова нельзя было читать? Из реки не переправили, не исправил дело. Малахи те же самые слова говорит. Захария говорит, пастырь, я вырву глаз твой, оторву руку твою, которую ты благословляешь, за то, что ты не паста, а не слепые. У них глаза померкнут. Захария, 10-я глава, 3-й стих. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Люди ругаются, козел ругательный. А Господь прямо говорит, слово Божие не исполняешь, козел бородатый. А сегодня еще козел, да безбородый еще больше. Я накажу их за то, что они не пастли овец моих. Я на пастыре, Бог на них. Кто их спасет? Златоуст это знал и говорит, большая часть погибает. Больше, это большая половина. Молитесь за нашего священника, за бывшего епископа. Это не просто так. У нас открыт путь, а ему преград очень много. Он отвечает за каждую абсурд. Об епископе говорится, все, что натворит священник, епископ отвечает. За каждого пастыря. Да где он отвечает? Какой епископ? Захария, 11-17. Горе негодному пастыру. Петр говорит, я умоляю, спасите непринужденно. Конечно. Петр знал все то, что я прочитал в Ветхом Завете. Ветхий Завет церковь приняла равный Новому Завету. Это два крыла птиц и Ветхий Новый Завет. Его считали. Многие евреи уверовали. И говорили, вот горе пастырем, а как в Новом Завете? Горе нам или не горе? Если не будете пасти, будет горе. А вот там написано, Бог на пастыре. А теперь как? Тем более. Там была какая-то надежда, что за гробом как-то что-то Христос сойдет в Преисподнюю. Сегодня вообще ничего нет. Попал в ад, никакой надежды нет. Хотя люди думают, вот попал в ад, мы его отмолим, милости не будем давать, попа задобрим. Это не так Писание говорит. Там написана непереходимая пропасть. И отсюда туда не переходит, не отсюда к нам. Люди многое придумали за 2000 лет. Поэтому думаю, что когда получили это послание Петра, вот это просчитали, с каким сожалением посмотрела пастыр на своих пастырей, на первых пресвятеров, на диаконов, какой они любовь им оказали. А пастырь должен пасти непринужденно, но охотно. А вы не обращайте пастыря. Я узнаю, что перед нашим пастырем хамят. Малые дети презрительно разговаривают, дергаются. Попробуй перед мусульманином, сделай перед мусульманским имамом. Ты можешь домой, не вернуйся. А мула у них в почтении. Они говорят, это русский мула. Спасите непринужденно. И все, что говорится об обстах, это говорится о людях. Мы обсты должны быть разумны и небезрассудны. Он должен работать не на износ, а радоваться. Конечно, мы обязаны пастырь. Пастырь, говорит, пасет, он берет молоко, он ест, но он должен это заработать. Поэтому, если он о нас там взывает, о пасте, то мы-то здесь должны как взывать? Как только какое дело? Ну, представьте, завтра священник не приезжает. Вся наша подготовка к окрещению, совещания равны будут чему? Мы даже не понимаем, священник сегодня это не был, сейчас погибли оба дороги. Все, завтра у нас ничего не будет, никто не приедет. Как мы должны молиться, чтобы ангел на крыльях исправился? На дороге много аварий. Мы знаем, нам знакомый священник в тумане тупнулись позапрошлым году, и он сгорел, там брать даже нечего было. Сколько их так же самое погибает. Не будет священника, ты не венчанный будешь, а это уже по другим статусам пойдет. Причастия не будет, и исповеди не будет. Поэтому, прочитав это послание, к пастырям, пастула должна принять себе, мы должны сохранить пастыря, чтобы Бог дал им ревность, дерзновение, чтобы сохранил их, чтобы не каждый приезжий знал, где пастырь живет. А не так, что среди ночи стучат священнику, батюшка, тут кто-то приехал, открой, запусти. Милостивый Господь хранит нас уже здесь 16 лет, и пастыря нашего. Молитесь, чтобы Бог дал вам пастыря запасного, хотя бы одного. Аминь.